Мальчик снял штаны перед женщиной-врачом. Обратиться к врачу и сделать прямой осмотр. Но мальчик все равно немного нервничал. После этого они вышли из комнаты для осмотра. Доктор ничего серьезного не сказал. Причиной инфекции было то, что мальчик не чистил его регулярно. Мальчик вздохнул с облегчением. Потому что в последнее время он часто чувствует боль. Терпеть не могу ходить в туалет. Мальчик был ошеломлен, когда помочился. Его моча кровоточит. Одноклассники рядом с ним начали издеваться над ним. Говорят, он странный. Во время обеда ему снова стало плохо. Он не мог удержаться от побега в туалет. Мать с тревогой побежала за ним. Когда мать открыла дверь, мать увидела кровь в туалете. Испуганная мать позвонила мужу. Родители немедленно отвезли его в ближайшую больницу. К счастью, результаты теста были хорошими. Пока он принимает лекарства и регулярно чистит его. Однако мать все же попросила сына взять недельный отпуск в школе. Когда снова в школу. Выясните, что он мочился кровью. Его одноклассники издевались над ним. Более того, симптомы не проходят. Плохое самочувствие во время занятий спортом. Но учитель подумал, что он притворяется больным, и продолжал бежать. В результате он потерял сознание, пробежав несколько шагов. Учитель физкультуры сразу отвел его в УКС. Как только он снял его, то увидел кровь, пропитавшую штаны. На этот раз его родители не осмелились отнестись к этому легкомысленно. Его отвезли в больницу к специалисту. После физического осмотра. Доктор Ли проводит детальное рентгенологическое исследование. Все, что было сделано для него, наконец окупилось. Его родители быстро попросили доктора Ли. Чтобы рассказать, чем страдает их ребенок. Доктор Ли сказал, что ему нужна операция. Джинан побледнела от испуга. Разве это не лечение только для неизлечимо больных пациентов? Другие. Ли сказал родителям Джинан. Это необычный и редкий случай параллельного секса. У него одновременно есть и мужская, и женская репродуктивная система. Поскольку внешние органы мужские, мужской разум ошибочно принимается за его ребенка. Теперь нужно снова дождаться результатов хромосомного теста. Исходя из этого, мы удалим гениталии. Его родители боялись, что Джинан не сможет это принять. Они сказали ему это, потому что его крайняя плоть была твердой. Он поправится после небольшой операции. Но поворотный момент был настолько запутанным, потому что он сам проверил это в интернете. Все мы знаем, что вода кипит при 100 градусах. Кто-то тоже умрет в возрасте 90 лет. Я думаю, что у меня рак мочевого пузыря. Через несколько дней результаты анализов. Половая хромосома мужского разума – женская. Это означает, что он удалит свои мужские гениталии. Теперь она будет девочкой. Но родители мальчика не могли открыть рта, чтобы сказать правду. Джинан лежала на больничной койке. Прибывает доктор Ли с несколькими помощниками. В начале осмотра один из помощников начал фотографировать. Потому что такие случаи очень редки в мире. Доктор Ли хочет использовать Сзинан в качестве исследовательского материала. Его родители были в шоке и бросились останавливать помощника, который фотографировал тело его сына. На самом деле он был более смущен, чем раньше. Потому что у пациента рядом с ним тоже был рак мочевого пузыря. Так что он был уверен, что он тоже есть. Но в итоге его все же удалили хирургическим путем. Очнувшись, он почувствовал острую боль в нижней части тела. Его тело чувствовало, что что-то не так. Хочется протянуть руку и прикоснуться. Но он обнаружил, что он уже не мальчик. Как кто-то может скрыть это от вас? Был мужчиной более 15 лет. Он не мог смириться с тем, что не навсегда останется мужчиной. Но он все еще чувствовал боль в нижней части тела. Прошло несколько дней. Ему по-прежнему нужны обезболивающие. Доктор Ли говорит, что вам может быть больно. Можете ли вы держать его? Это просто потому, что ты не избавился от старых привычек. Если бы глаза могли быть ножами, затем доктор Ли будет убит Джинаном. Мать научила ее носить бюстгальтер. Теперь твоя грудь будет расти. Чем вы старше, если вы не носите лифчик, это будет невежливо. Вы не хотите носить его. Я научу вас, как использовать его, который очень прост. Даже наоборот, сзади наперед. Теперь ты станешь девушкой. Он совсем не привык к этой новой личности. Однажды он подумывал о самоубийстве, чтобы отпраздновать свое 15-летие. Они сказали, что он пойдет в свою новую школу через несколько дней. Его лицо было равнодушным. Он направил куклу, подаренную на день рождения, над тортом. Когда он пошел в школу, в новую школу. Он очень застенчив, когда ходит, ненавидя любые признаки женщин. Он встал на подиум нового класса и представил свое имя – Тхилан. Учитель ничего не знает о прошлом девочке. У нее красивая кожа, она такая милая. Эта похвала была очень резкой для Тхилана. Учитель усадил его рядом с девушкой по имени Транчи. Медленно идите с опущенной головой. Когда он сел, Чанчи тепло поприветствовал его. Через несколько секунд его сердце заколотилось. Он влюбился с первого взгляда. Невероятно красивая Транчи очаровала его. В это время Транчи повернул голову и удивился. Он мягко напомнил Тхилану пойти в туалет. Оказалось, что Тхилан истекал кровью. Он бросился в ванную. Еще сохраните привычку ходить к мужчинам. Возьмите много ткани. После неразберихи девушка сняла пальто. Затем завязал его вокруг талии и вернулся в класс. Он увидел Транчи, который был добрым и внимательным. Чистил стул Тилана. Увидев это, Тилан был глубоко тронут и смущен. Транчи слышал, что это был первое время, он испытал менструацию. Он даже не знал, как им пользоваться. Поэтому он предложил обучать Тхилана. Идя в супермаркет, Транчи показывает Тхилану тампоны на выбор. Тилан не понимает, поэтому просто выбирает. Эти двое становятся лучшими друзьями. Сходите в салон выбрать наряд, сделать педикур, подстричься. Проведение времени вместе. Подарите немного любви этому очаровательному новому другу. Мальчик из соседнего класса передает Тилан любовное письмо. Девушка закричала, как будто Тилан съел муху. Транчи пошутил, что, возможно, Тхилан не любит мальчиков. Тилан сразу разозлился. Но его друг сказал это из-за своего смущения. Личность этой девушки очень удивила его, когда он увидел фотографии горячих девушек в журналах. Тилан не могла не засунуть руки в штаны, как и раньше. Ничего знакомого не нашел. В этот момент он понял, что сегодняшний день отличается от прошлого. Но Тилан все еще не могла контролировать свои чувства. Он написал сообщение, чтобы пригласить Транчи поиграть. Как только он вошел в дверь, его привлек компьютер Тилана. Оказывается, они оба фанаты этой игры. Транчи включил свой компьютер, чтобы продемонстрировать свои технические навыки. Он увидел фотографию Тилана, сделанную в детстве, на экране компьютера. Но у Тилана не хватило смелости сказать правду. Он сказал, что это его покойный брат. Транчи не придал этому большого значения. Утешая его, чувства Тилана к нему углубились. Потому что скоро день рождения Транчи. Тилан тщательно сделал для него открытку на день рождения. Затем текстовое приглашение домой на его день рождения. Двое садятся в автобус. Затем непристойный мужчина сел рядом с Тилан. Его руки постоянно касались бедер Тилана. Он никогда в жизни не думал. У него будет извращенец, касающийся его бедра. Тилан рассказывает Транчи. Затем Транчи быстро вылил целую бутылку лака для ногтей на лицо извращенца. Тхилан все больше и больше привлекает Транчи. Но мать Транчи не была рада видеть Тилана. Тхилана беспокойно спросила, я не нравлюсь твоей матери. Не волнуйтесь и отведите его в тихое место. Транчи сказал, что его мать не хотела, чтобы кто-нибудь знал, что она развелась. Итак, он никогда не позволял Транчи забирать своих друзей домой. Итак, Тхилан был первым другом, который узнал об этом. Увидев, что Транчи доверился ему. Тилан наконец собралась с духом. Тилан признается в своем врожденном заболевании. Сказал, что недавно перенес операцию. Из мужского превратился в женский. Услышав это, он не просто предвзято относился к Тхилан. Но он также обнял Тилана и сказал, что не возражает. Он также пообещал держать это в секрете. Но всего через несколько дней тайна раскрылась. Сними нижнее белье и проверь. Группа школьниц, прижав его к стене, наблюдала за его хирургическими разрезами. Бессильны отказаться. В этот момент Транчи тоже подбежал, чтобы прогнать всех девушек. Затем он крепко обнял Тилан и спросил, в порядке ли она. Но Тхилан посмотрела на подругу с ненавистью. Потому что он выдал секрет. Поэтому Тхилан оттолкнул его, не желая снова даже смотреть на своего лучшего друга. Тилан заперлась в своей комнате. Вернувшись домой, маленькая девочка села на кровать и заплакала, чтобы выразить свой гнев. Транчи тоже вернулся в класс. Когда она увидела, как ее одноклассники говорят о лесбиянках, Транчи сердито посмотрел на него. Но он сказал только Фаму. Потому что за несколько дней до Фам заглянул в школьную сумку Тилана. Мальчик, влюбленный в Тилан, пишет ей письмо. Фаммай хотел посмотреть, что он написал. Но он не смог найти письмо, он нашел только зелье. Фаммай думал, что в этом секрет красоты Тхилан. Так он и взял название препарата. Той ночью девушку назвали Транчи. Что препарат является антидепрессантом. Он также рассказал об этом своим родителям. Родители-правонарушители думали, что Тхилан был психически больным. Который в любой момент мог заболеть и причинил боль любимой дочери. Поэтому они планируют сообщить об этом в школу. Чтобы Тхилан бросил школу. Чтобы доказать, что Тилан не психически болен. Чан-Чи должен был сказать, что Тилан был человеком, и его разум был нормальным. Так что на следующий день, когда экзамены перекинулись на школу. Он видел, как все вокруг странно смотрят на него. Маленькая девочка думала, что это из-за того, что она не заботилась о себе. Но он не знает, что его тайна известна всем. Как только он вошел в класс, он увидел плачущего Транчи. Когда Тхилан подбежал к нему и спросил, что случилось. Транчи продолжал извиняться. Когда он это услышал, его словно ударила молния. Тилан выпустила свою руку из руки Транчи. Развернулась и выбежала из класса. Он хотел пойти в ванную, чтобы остыть. Но будучи вынужденным группой девушек ругаться, именно как извращенец. Они также сняли штаны с Тилан, чтобы посмотреть, как выглядит ее нижняя часть тела. После этого инцидента Тхилан день и ночь молчала в своей комнате. Трудно успокоить ее мать, что она идет к доктору ли. Тогда ее мать с удивлением узнала, что она не принимает антидепрессанты. Ее собственные гормональные препараты тайно изменили ее и распространились. Лежу за компом опять в коме. Он увидел себя мальчиком, который подошел и пригласил Транчи. Потом он шел к морю, пока не утонул. Когда он вдруг проснулся. Он лежал в постели в доме своих родителей. Девушка бросилась на его крик. В конце концов, Тхилан не выдержал и спросил, почему он превратил ее в девушку. Его родители могли только объяснить. Доктор ли говорит, что без операции шансы заболеть раком очень высоки. Если женская половая система удалена. Он потеряет способность к размножению. Но Тхилан предпочел бы быть бесплодным мужчиной, чем женщиной. Несколько дней спустя Тхилан попросил своих родителей пойти один. Его родители не могли заботиться о нем вечно. Так что у них нет другого выбора, кроме как согласиться пойти к доктору ли. Только что вернулся из США. Именно благодаря делу Тхилана стало известно. Затем Тхилан спросил его. Зачем ему оперировать? Так что теперь он не знает, мальчик это или девочка. Доктор ли говорит, что спас ее. Хотя он воспринимает это как средство для достижения успеха. Но он все еще верил, что спасает ее. Потому что он превратил Тхилана в нормального человека. Но моя жизнь совсем не нормальная. Потому что Тхилан никогда бы не узнал этого так называемого благодетеля. Он разрушил мою жизнь. С тем же успехом я мог бы уничтожить твою работу. Сказав это, он встал, чтобы уйти. Доктор ли не понимал, что он говорил. Но он не думал об этом. Поэтому он пошел в цветочный магазин, чтобы купить букет подсолнухов. Торговец горячо пригласил его вернуться в другой раз. Услышав это, Тхилан на мгновение остановился. Но потом тихо ушел. Он передал букет своим родителям с пустым выражением лица. Они также хвалят, что после того, как она стала дочерью, ее эстетика улучшилась. Тхилан не сказал ни слова. Потом обратно в его комнату. На ней было женственное белое кружевное платье. Оделась красиво. Он достал духи и распылил их на запястье. Как опьяненный ароматом. Он танцевал по комнате. Увидев себя в зеркале, медленно улыбнулся. Этого они и ожидали. Это также самая успешная работа доктора Ли. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok